Буэнос диэс, братва. Ядерно-рассветный заряд вашей экрана, это значит, что сегодня Саныч говорит о стейбл дифьюжене. Сегодня мы будем учиться апскейлить. Начнём, наверное, с главного. Что есть апскейл? Апскейл — это увеличение картинки, если говорить по-простому. Но, в отличие от простого растягивания, когда шакалы пашут в две смены, ну, допустим, даже в два раза растянешь картинку, шакалы будут въёбывать в две смены. Но, если мы применим нейросети, то шакалы будут уволены. То есть, никаких артефактов вот этого вот растяжения, мыла, так любимого консолечками, никакого тебе мыла, артефактов и тому подобного. Всё как будто так и должно быть. Что? Мы с вами уже объяснили. Зачем? Я думаю, тоже более чем понятно. Повторяться не буду. Остаётся один вопрос. Как? Вот об этом мы сегодня и поговорим. Для начала вспомним, что у нас тут вообще есть, потому что в прошлый раз мы трогали только text to image, а сегодня, наоборот, image to image. Да, могу произносить неправильно, но и хер с ним. Мы с вами не на уроке английского. Я думаю, все всё прекрасно понимают и видят, куда я тыкаю. Дальше. Нам нужна вот эта вкладка PNG Info. Но для начала давайте потыкаем в скрипты. Можно, конечно, обойтись, так скажем, тем, что есть из коробки и взять SD Upscale. Он тоже нормально работает, но есть один маленький минус. Он не умеет фиксить швы. И настраивается он тоже довольно неочевидным образом. А настраивается он в следующем образом. Просто здесь у вас нахлёст тайлов. Потом объясню, что к чему. И Scale Factor. Всё. Потому что размер тайлов вы задаете здесь, на основной вкладке. Это ебать как нелогично. Так. Для начала. Установим скрипт. Вот этот Ultimate Upscale. Он гораздо круче. Гораздо лучше справляется со швами. Даже не придётся ничего причесывать вручную. Смотри. Дальше. Что делаешь, чтобы его поставить? Install from URL. А, нет. Ошибочка. Available. Сразу же вот extension index URL вообще не трогаешь. Просто нажимаешь сразу load from. Я вот здесь для наглядности сниму галку. Вот. Можно ещё раз нажать. Просто. Control F. Ultimate. Он единственный. Хер ошибёшься. У меня он уже стоит. Install. После того, как... После того, как он установится... Так. Поиск можно закрыть. После того, как он... Установится... Просто нажимаем вот эту ссылку. Reload UI. Или просто Control F5. В любом браузере работает. Всё просто прекрасно. Дальше. Идём вот сюда. В PNG-инфо. Надеюсь, все сохраняют картинки в PNG. JPEG, да. Там, может быть, чуть получше качество можно вытянуть. Но есть один важный нюанс. JPEG не хранит столько метаданных. Settings. Вот. File for images. Сразу же. PNG. Просто. File, M-pattern и всё остальное – это чистая вкусовщина. Если понадобятся какие-то настройки, я обязательно об этом скажу. Так. PNG-инфо. Поместите изображение и нажмите, чтобы загрузить. Так. Я просто нажму. Давайте для начала развлечёмся с тем, что у нас было в прошлый раз. Ну, дай-ка подумать. Какую из четырёх девок мы сегодня будем апскейлить. дай-ка, девочки. Да, аниму, девочки. Чтоб так вот и с интересными деталями, и в то же время… Блядь, а давайте вот эту самую первую возьмём. Хлоп. Открыли. И вот, все параметры мы видим здесь. Всё красиво, всё хорошо. То есть, ничего. Ручками до настраивания вспоминать, какой там был набор весов, какой был сид, вообще до лампочки. Просто берёшь и давишь вот эту кнопку. Будем называть её по-русски, отправить на вторую вкладку. И всё подтягивается. Единственное что, единственный момент, что посоветую сделать, это вот здесь. Поскольку мы будем именно апскейлить. Вот здесь. Сделать вот так, или просто набить руками минус один. Так, небольшая заминочка. Начнём, наверное, с главного. Сэмблеры, все настройки. Вот эта вот фишка подтянула сама по себе. То есть, ничего не надо делать. Я, наверное, уже повторяюсь, но ладно. И вот эту штуку можно выключить. Почему? Потому что в PNG-инфо видно прекрасно, какая модель была заюзана. Вот. Вот здесь будет. Вот модул. Вот. У меня, соответственно, стоит то же самое. Поэтому мне вообще до лампочки. Так, теперь самое главное разгрести со скриптами. Про SD и апскейл я уже так мельком упоминал. Здесь, в принципе, всё не так сложно. Но пусть это будет Valar. Одним тайлом не советую. То есть, вот грубо говоря, я сейчас вот здесь, в случае вот этого скрипта, стокового, будем говорить так. Вот здесь, где обычно задаётся размер костинки, будет задаваться размер тайла. И скажу сразу две вещи. Первое. Маленькие тайлы обычно обрабатываются быстрее. И второй момент. Жирные тайлы могут вполне себе не влезть в видеопамять. У меня 1078 гиговая. И самый здоровый тайл, который мне влез, это 1024 на 1024. Дальше? Ну, никак. Но поскольку сетка изначально была надрочена на 512 по обеим сторонам, рекомендую так и оставить. Но важный момент. Если мы пользуемся стандартным скриптом, первый прогон мы делаем, увеличив размер тайла на вот это значение. Обычно так и оставляю 64, потому что если меньше, то начинают палиться швы. Если больше, то слишком большой перехлёст и получается жутчайшее мыло, призраки, где не надо. Припоминаю, был один случай, так скажем, в моей практике, когда на дереве внезапно появилась рожа. И когда отблеск солнца был сеткой принят за лампочку. Тоже немножко угарно получилось, но тем не менее. В принципе, апскейлер можно выбрать любой по вкусу. Можете даже посравнивать. То есть сейчас, допустим, я не буду подробно остановиться на этом скрипте, просто скажу ещё о том, что вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот, 576 на 576 будут тайлы. Как раз это будет тот самый перехлёст в 64 пункта. Но я откачу обратно на 512, потому что мы будем юзать другой скрипт. Сит оставляем на минус один. Это важно для того, чтобы сетка дорисовывала детали. Такая вот хероборина. Во-первых, не выбираем ланцуш и нерест. По одной простой причине, то, что это алгоритмический апскейлер, они к нейросистям вообще-то не имеют отношения. Это момент номер раз. То есть это, да, те самые шакалы, которые будут впахивать в две смены. ЛДСР тоже не советую, потому что он очень часто глючит из коробки. Если сумеете его исправить, пожалуйста. Потому что его надо перекачивать и подкидывать ему новый. Там, короче говоря, геморроя много. Я его тоже, я его обычно не юзаю. Соответственно, по моему опыту, ремакри охрененно дорисовывает детали, но немножко тупить на лицах. Особенно, если пикча фотореалистичная. Фузи-бокс сильно не проверял. Ну, как говорится, ни рыбы, ни мяса. Как говорится, всего понемногу, но ни хрена в совершенстве. Валар очень хорошо работает с природой. Но это, опять же, на мой субъективный взгляд, у вас могут получить совершенно иные данные. Вот конкретно вот этот кусок, это никоим образом не руководство к действию. Это чисто мой опыт. Как я уже говорил, Валар природные детали, вот это все, но с гладкими поверхностями он может козлить. Может выдать шикарный результат, а, грубо говоря, на соседнем тайре получить такое говно. Ну, например, как вам куртка с текстурой бумаги, к примеру. Ну, ткань даже, в принципе, не важно. Там куртка, брюки, не важно. Или наоборот, текстура камня какая-то, такая, как будто его обожгли. То есть, что тут такое? ESR Gun? Ну, в принципе, штука универсальная, но тут, опять же, играться с деноизом, с тестом и так далее. Строго говоря, вот эти вот двое, это не совсем ган-модели, они там чуть по-другому работают. Я в этот матан не вдавался. Но, в общем и целом, тут, опять же, нужны тесты, тут надо играться. Опять же, визуал, визуальный вкус у каждого разный. Может быть, кому-то понравится то, как сделает Валар, чисто вот в одного. Может быть, наоборот, вы скажете, Валар говнище, нахрен ты его советуешь, и вообще там ремакли гораздо круче. Особо упоротые товарищи могут наслоить два раза. Я тоже так делал, и, честно скажу, они иногда очень выгодно дополняют друг друга. Например, тот же Валар и Эрка у меня очень хорошо себя показали. Но это все бы ничего. Но мы переключимся на наш скрипт, так скажем. И, во-первых, мы здесь перестаем трогать верхушку. Сразу же можем выставить либо Custom Size, но внимательно смотрите на соотношение сторон. Есть риск облажаться, и тогда пикчу вытянет или наоборот сожмет. Поскольку в данный момент у нас пик квадратный, то вот эти вот два значения должны быть идентичными, вот прям по самой небалой. Иногда бывает не выставляется Тайл Хей, тоже по 512. Ну, я просто сделал Scale в два раза. Чисто для того, чтобы это было быстрее. Да, можно херануть одним тайлом, но, опять же, две вещи. Первое. Нужен дохреновый рам. И второе. Скрипты достаточно часто тупят, и это занимает охренеть как много времени. Я не знаю, в чем причина, но получается немножко срань. И самый главный момент. При апскейле, да и ноябрь, ни в коем случае не задирайте нот, 0.3 это вот самое большое, что я оставлю. Обычно 0.25, 0.3 этого вполне хватает, чтобы дорисовать какие-то детали, улучшить детализацию уже существующих. Я сейчас, конечно, херню сморозил в плане тавтологии, но тем не менее. Потому что, если больше, то получаются уже те самые призраки, там, не знаю, рожи, лампочки, о которых я говорил. Почему? Потому что, что такое Денойз? Дайте объясню поподробнее. Это, грубо говоря, сетка пилит пикчу на тайлы, там, в зависимости от размера, соотношения сторон и так далее. Дальше она накидывает на нее какой-то шум и потом пытается от этого шума избавиться на тайле уже, дорисовывая детали. Вот этот момент, сколько шума она накинет, можно регулировать вот этой самой штукой. То есть 0.3 это 30% за шумление. Соответственно, дальше она пытается убрать шум, попутно додумывая, достраивая детали и так далее. Ну, пусть у нас, ладно, подработает ESRGUN, MASK BLUE, насколько нам надо заблюрить сам тайл, то есть сколько мы берем паддинг по пикселю, ну и паддинг, соответственно, ширина швов. SimsFix кому как больше нравится. Опять же, это тесты, тесты, еще раз тесты. BANDPASS, это опять же, происходит то же самое, как и с тайлами. Единственное, что шов берется отдельным тайлом. Уже под конец, когда все тайлы пройдены, сетка компонует их в пикчу. Вот для этого и стоит вторая галка, вот upscaled, это до фикса швов она будет сохранять, а вот это уже после него. Ну вот, half-tile offset, и то же самое, но с пересечениями, то есть кресты она будет захватывать. Denoise не советую ставить отличный от основных тайлов. И опять же, параметры тоже не советую трогать. Перекрытие, то есть, какой кусок тайла с каждой стороны, ну там, где и швы, разумеется, мы не говорим про крайние тайлы. Соответственно, какой кусок залезет, даже не так, наверное, какая часть тайла будет являться территорией, так скажем, шва. Ну, блюры, все остальное, denoise. Обычно на небольших разрешениях я юзаю half-tile offset плюс intersections, чисто потому, что оно дает, на мой взгляд, опять же, субъективщина, лучший результат. Но, повторюсь, тесты, тесты, еще раз тесты. Может быть, ты нащупаешь ту самую связку, которая тебе лично нравится больше всех. Допустим, если мы даже загоняем два раза upscale, грубо говоря, сначала одним, потом другим. Вот это вот сочетание, они даже, будучи переставленным, вот это тот случай как раз, когда от места слагаемых сумма еще как меняется. То есть, грубо говоря, если нам надо увеличить пик в 4 раза, я советую. Сначала сделал два раза и потом еще раз два раза. То есть, x2 и еще x2, получая x4. И вот здесь можно поиграться с апскейлерами, то есть, можно насобирать, так скажем, вариантов и потом выбрать лучший, просто, который разорвет башню всем. Ебать, как красиво. Ладно, от слов к делу. пока еще, пока еще, пока тайлась не сильно мелкие. Вот эти вот фишки, например, фейс, вангерл и так далее, можно не убирать. Вот эти вот волосы, а потом, когда уже становится, ну, нихрена непонятно откуда, это, допустим, там стена или человек или еще что-нибудь, тогда уже можно убирать. Оставив только вот эти вот мастерпис, бесткволити и прочие писи. Так, да? Но это уже на больших разрешениях свыше 4К, наверное. Ладно, поскакали. Нажимаем заветную кнопочку и я, наверное, открою консольку. Canvas Size, Image Size, Scale Factor. Теперь смотрим, сколько тайлов он нам насчитает. По идее, должен получить 4 тайла плюс швы. А швов у нас тоже получается да, 4 тайла. Sims Fix присутствует. Теперь ждем, пока это срань запустится. О, поскакали. 99 проходов всего. Так, вот, видно как раз что происходит. Следующий тайл. Он швы будет дольше ковырять, чем собственно перерисовывать пикчу. Поэтому да, стоковый скрипт может быть быстрее. Но качество тут опять же щупайте сами, тыкайте сами. Так, опять же, бывает такой глюк, вот как здесь, видите, один глаз попал на один тайл, другой глаз на другой. Глаза могут быть разных цветов, это тоже косяк. Хотя, с другой стороны, если вы посмотрели с код Гиаса, к примеру, это можно списать, наверное, на гетерохромию, все такое, там приколов тоже много. опять же, фиксинг швов пошло вот таким вот макаром, то есть она взяла очень широко. И вот, к примеру, сравним просто upscale и с фиксом швов. Видно, что что-то есть разное. Лично мне больше нравится вторая, но это опять же чистейшая воды вкусовщина. Нажимаем на волшебную кнопочку, ждем, пока система немножко протупит, и делаем вот так. Вот здесь при ближнем рассмотрении можно будет увидеть все-таки те самые различия, например, вот сразу видно кружева немножко по-другому отрисовались. И разрез глаз сразу виден. Чуть по-другому отрисовались волосы. Ну вот по кружевам можно полить, что вот это вот так скажем размазня это после фикса, а вот это дофиксовые. Они более резкие, да. Ну вот та самая фишка, о которой я говорил, гетерохромия. И вот я не знаю, играет ли так свет и тень и так далее, но вот эта вот линия, мне почему-то кажется, гораздо более выраженной. Пикчер, в которой швы не фикшены. вот здесь даже какой-то другой разрез глаз. Опять же, оттенок, вот на мой субъективный взгляд, тоже различается один хер. Здесь как-то разрез поровнее, что ли. Я, конечно, далеко не спец в аниме, просто так гораздо нагляднее. Вот эти человеческие референсы, а задний пейзаж, кстати, вообще не изменился практически ни на йоту. Можно, конечно, приколоться и применить другой, либо другой апскейлер. Ладно, сделаем вид, что этой пикчи у нас не было. Оставим одну. Вернемся к сетке. Наверное, для начала я сменю метод фикса швов и, во-вторых, поменяю апскейлер на валар. Чисто по приколу, чтобы сравнить. Заодно и посмотрим, как быстро он отработает в этот раз. Вот, halftile. На один проход меньше, прошу заметить. на один прогон, то есть на один кусок. Швов он будет чинить меньше. Вот, опять же, тот самый прикол с глазами. Поскольку лицо как раз пилится по центру, есть риск, что будет, так скажем, вот эта глючная гетерохромия. Но о сравнении апскейлеров мы, наверное, отдельно поговорим позже. Сейчас мне самое главное показать, что вообще у нас может быть по апскейлу непосредственно. Ну, в принципе, в принципе. На последних тайлах, кстати, он заметно ускорился. Вот, видно по консоли сначала непосредственно тайлы он обработал 1.17 в секунду. Иногда, кстати, бывает переворачивает, а потом уже на швах дал газу и 1.64 прохода в секунду. Проходы имеются в виду вот эти вот, которые он считает, проходы апскейлера. Well done! Так, пошли смотреть. Во-первых, как говорится, выбрать покрасивше. В чем разница? Вот видно как раз вот этот мигающий крест. Во-первых, более ярко выраженный нос. Здесь он вообще какой-то никакой. До фиксинга. Опять вот эта вот оттеночная гетерохромия проявляется. Дай-ка попробуем вот так. блин. Не получается то, что я хочу сделать. Особенно бывает заметно швы на волосах. И тут же видно, как вот ESR Gun затемнил по сравнению с тем же Valar. Но здесь как-то более реалистично, что ли. Вот эта пикчер немножко какая-то не такая. Вот чего-то в ней не хватает, на мой взгляд. Вот. А теперь сравниваем. Здесь гораздо больше тени и как-то более гладкая одежда. Здесь как-то вот все такое более не знаю, натянутое, что ли. Но с кружевами Valar справился лучше. Это вот мне очевидно, допустим. Но, как говорится, хер бы с ним. тут у каждого свои вкусы. А вот волосы ESR Gun как по мне сделал чуть поинтереснее. Но здесь он высветлил. И да, пейзажик тоже изменился. Там парочка деревьев, вкус появился вот в этой точке. Но это все херня. Самое главное сейчас еще один момент. пейзажик вот здесь можно переключить как будут считаться тайлы. То есть по так скажем по порядку начиная от левого верхнего угла и дальше и дальше получается ну грубо говоря допустим у нас 4 на 4 тайла. То есть первый, второй, третий, четвертый под первым. Во втором ряду пойдет 5, 6, 7, 8 и дальше вот так. Либо шахматном порядке и хер знает как это работает. Говорят, что чуть лучше со швами. Но лично я не проверял. Я всегда ставлю линар и пошло оно все в баню. Так. И теперь ставим просто бандпасс, denoise, ширина и паддинг. И давайте наверное по приколу ремакри заюзаем. Как он с этим справится? Опять же залипаем в консоль. Вот. Здесь всего 6 проходов о 4 тайлах. То есть бандпасс самый быстрый метод зафиксить швы. Но опять же он может своих нарисовать. Вот здесь аккуратно. Есть за ним такая мулька. Сейчас опять же понаблюдаем что нам ремакри нарисуют. Потому что это как бы от метода фиксинга швов не сильно зависит. И швов у нас получится всего 2. да, бандпасс быстрее, но на больших разрешениях он начинает ижутко лажать. Потому что вот как он делает. Вот он бандпассит. Раз. и сейчас горизонтальный шов. 2. Well done. Пошли смотреть. Так, это после фикса, это до. ну прям конкретных таких швицов я не заметил. Вот. До фикса, после фикса. Вот это место мне показалось немножко всратым. И все-таки есть какая-то граница перехода вот этот светотене. Вот, вот, вот. видно, как он мигает. Ну и сиськи немножко так другому нарисовала. После фикса они как-то натуральнее смотрятся. С Анычу все про сиськи. Опять же, обратим внимание на горизонталь вот здесь. Видно, что волос как-то не так идет. Вот это как раз тот самый шов. Это оверлап не спас. Вот поэтому я и говорю и пользуйтесь вот этим Ultimate скриптовым. Стоковый может налажать, потому что тайл оверлап штука хорошая, но требует очень много вычищать после себя. Как раз таки вот этих вот моментов, да. Вроде так, не вооруженным глазом незаметно, но че там, блядь, тут не так. Опять же, ушная раковина. Но с другой стороны нос лучше получился в версии дофикса. Бандпасс самый быстрый вариант, но на разрежениях свыше 8К я его юзать не рекомендую. Есть риск, что тайл шва тупо не влезет в рам. Я один раз с таким столкнулся, когда экспериментировал, так скажем. Получилась полная жопа и 20-часовой рендер полетел коту под хвост. Может быть, если не забуду, залью ссылочку, оставлю в описании, эту самую пикчу, которую я в итоге рисовал. Предупреждаю, весит 100 с хером мегабайт и разрешение у него что-то около трех сотен мегапикселей. Наверное, все-таки залью. Где скачать непосредственно прескейлеры, апскейлеры и все остальное я тоже оставлю в описании ссылочки. Поколдуйте. Так, теперь надо выбрать из двух. Наверное, чисто беглое сравнение. Я почему-то вижу крест. Может, у меня глаз уже так замылился. Но, с другой стороны, более реалистичные сиськи это более реалистичные сиськи, поэтому удаляем пикчу до фикса. Так, ну и теперь смотрим. Реал и Серган заточены на аниме. Валар и Ремакри. Ремакри, как по мне, золотая середина. Глаза даже как-то поинтереснее смотрятся. этот, ESR Gun запорол кружевая именно на груди. А вот Ремакри сделал их вообще божественно. Но, на этом пока остановимся. Я потом еще накачаю несколько прескейлеров и займемся этим поподробнее. Собственно, вот так и работает апскейл в стейбл дифьюжн. В следующей серии, наверное, поговорим про Outpaint. То есть дорисовывание картинки, когда нам надо изменить соотношение сторон, при этом не теряя в деталях. То есть или вверх или вниз не суть. Ну, грубо говоря, получимся дорисовывать картинку и будем пилить себе пиздатые пачки анимешных обоев. За сим, наверное, откланиваюсь. Спасибо всем, кто сегодня присутствовал. С вас, как всегда, Лукас, подписка и до свидания. Адьос, братва. Игорь Негода.